Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политэко, и сегодня со мной на скайп-связи капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке Гарри Табах. Гарри, здравствуйте! Привет, Политэко! Привет, Вадим! Привет, привет всем! Гарри, на своей страничке в Фейсбуке вы опубликовали фотографии с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Вы находитесь в Польше на конференции. Расскажите подробнее, что это за мероприятие, в котором вы принимаете участие. Это экономический форум, европейский экономический форум, он огромный, тут тысячи людей со всех стран. Конечно, говорят в основном о экономике, но и без политики не обходится, конечно, потому что экономика зависит от политики, политика зависит от экономики. Мы говорим о очень много разных сессий, очень интересные, люди ругаются, люди спорят. Я первый раз принимаю участие в таких вещах. Вчера было мне очень приятно увидеть и премьер-министра Гройсмана, и президента Саакашвили. И тут было много интересных людей. Вчера мы ужинали, был ужин, на нем присутствовали все бывшие, как я говорю, присутствовали. Бывший капитан первого ранга военно-морских сил Гарри Табах, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший премьер-министр Гройсман, бывший советник Путина Андрей Николаевич Иларионов. И, наверное, только единственное, это Дмитрий Гордон, Дмитрий Ильич Гордон, который еще до сих пор, наверное, ну, наверное, он еще журналист, хотя я думаю, что он тоже уже бывший журналист и политический активист больше. В общем, вчера все были бывшие, ну и пили, конечно, за тост поднимали, за светлое будущее. Будущее Украины, будущее Соединенных Штатов, будущее всего мира. Да, было очень интересно, конечно, слушать людей, взгляды. И как-то за кулисами все доброжелательно друг к другу относятся. Ну, на сцене политики есть политики, они, конечно, актеры. Актеры очень большие. Гарри, вы сказали, что... Как только задвигается, они становятся другими и дружелюбными. Вы сказали о том, что на этом форуме люди не только встречаются, знакомятся, общаются, но также и ругаются. А с кем поругаться успели вы? Я успел поругаться с бывшим послом, вот сейчас не помню, по-моему, Литвы или Латвии. С одним послом Литвы или Латвии от Латвии я подружился, а вот с дамой мы почему-то разошлись. Она, я думаю, там было не совсем понятно, что произошло. Она говорила, что во время Второй мировой войны победила Россия, и русские поднесли самые большие потери. И благодаря русским... Ну, в общем, она такое повторяла, что говорит Путин. И я стал как военный человек, я протестовал это, я сказал, мои деды и братья воевали, погибли, они были не русские. Вообще в Польше тоже они воевали, как бы и украинцы воевали, все воевали. И американцы, и британцы, и французы, все, все воевали, и воевали друг против друга, и потом друг с другом воевали, там, болгары, румыны. Разных можно взять людей, это такая была мировая война, там, не только Россия, русские воевали. Но я также и сказал, на этой панели сидел Михаил Саакашвили, и я сказал, что, ну, не дай бог, не сравнивая уважаемого президента Грузии, тогдашним главой Советского Союза, который тоже был нерусский. У него ничего русского не было. Он даже по-русски говорил с тяжелым акцентом. Поэтому вот эти повторять слова Путина, это невежество. Ну и, конечно, все меня поддержали в зале, но потом она сказала, что ее не поняли. Она говорила, что это Путин говорит, а не она. Поэтому я не знаю, или она... Вот надо просмотреть это видео еще раз. Если, конечно, я ошибся, то я извиняюсь, но, похоже, не один я это услышал, потому что иначе бы не было таких оваций и восторгов моего протеста. Поэтому, значит, все так услышали, я думаю, что она сказала. Может быть, она ошиблась, я не знаю. Я думаю, что еще будет время у вас там разобраться и расставить все точки над И, возможно, как раз и в неформальной части этого собрания, этого форума. Что-то я вообще стал ругаться в последнее время. Я не хочу, вроде бы, как бы я гость везде. Ну вот на право на Влада тоже, как бы я там расстроился с одной, с одним политиком вашим, которая сказала, что дадут нам американцы оружие, не дадут нам американцы оружие. Нам все равно, мы украинцы, мы будем драться за нашу землю любимую. И я тогда сказал, что значит все равно дадут, и что нам Америка, что нам там Афганистан. И я тогда протестовал, я сказал, подождите, если вам безразлична Америка, если вам безразличен Афганистан, где гибнут наши солдаты, почему нам, американцам, должна быть не безразлична Украина и ваши солдаты? Так не работает сегодня в мире. Мы все должны быть вместе, и мы не должны относиться безразлично друг к другу, когда гибнут наши люди, гибнут за право и гибнут против зла, воюют. Я говорю, и потом вы политики ваших детей, вы там никогда не увидите на фронте, что значит дадут американцы нам самолеты, не дадут американцы самолеты. Вы что, опять забросаете русские танки вашими молодыми телами доброботов? Потому что если вы с нашим оружием, то у вас будет меньше потерь, будут спасены жизни. С нашим оружием, с нашей разведки, с нашим космосом. Конечно, вам это нужно, чтобы воевать грамотно. Сегодня никто сам не воюет, а вот эти лозунги за Сталина, за Родину, вперед, это те, которые это кричат, их детей там не будет. Они не будут подниматься в эту атаку. Поэтому сидеть здесь, я так сказал, ваши дети были там, ваши дети пошли, вы бы туда пойдут туда такие полудурки, как я. А вы будете кричать лозунги, мы последний бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это. Но вы не умрете, умрем мы. Ну, в общем, она уже на меня расстроилась. Хотя политик. По-моему, она хочет быть у вас министром обороны, говорят. Если вы говорите о женщине, которая претендует на должность министра обороны, это народный депутат Украины, представитель президентской партии «Слуга народу» Ирина Верещук, скорее всего, вы с ней немножко так повздорили в рамках одного телевизионного ток-шоу. Но если вы уже начали так активно высказываться и, более того, ругаться на различных телевизионных украинских ток-шоу, значит, вы точно стали своим здесь в Украине. Я не хочу, потому что я все равно гость в вашей прекрасной стране, и я переживаю за нее, и все такое. Но я считаю, что ваша политика – это ваша политика, и пока я здесь гость, я не должен в нее вмешиваться. Но когда гибнут солдаты, когда гибнут молодые люди, я же здесь и оказался из-за этого в 2014 году. Конечно, я это воспринимаю лично, и, наверное, мой ПТСР начинает выпячивать, когда это происходит. Более того, я скажу, что вы интеллигентный гость, мы с вами не первый год знакомы, и общаемся, как и в рамках наших передач, так и вне эфиров. Поэтому, да, с полной ответственностью я это могу сказать. Гарри, давайте обсудим ту повестку, которая у нас с вами есть на день сегодняшний. Начнем все-таки с Афганистана. На церемонии инаугурации нового правительства, нового Кабмина Афганистана запланировано на 11 сентября. Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на эту церемонию. И именно 11 сентября исполнится 20 лет. Судня теракта против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и других объектов в Соединенных Штатах Америки. Это такой политический троллинг или злая ирония судьбы, Гарри? Как вы считаете? Нет, нет. Это, конечно же, сделано специально. И вы видите, кто приглашены, какие гости. Это все одна банда. И, конечно же, это показывает, что Талибан победил. Террористы победили. И они победили тогда, 11 сентября. Они показали, что мы были абсолютно не готовы к этому. Хотя нас предупреждали, что наши разведорганы не скоординировали это. Хотя им об этом говорили, но так говорят. И, конечно, они подчеркивают свою победу. И все террористы всех мастей хотят быть с победителями. Это понятно. И сейчас они таким образом... Это тоже такой лозунг для рекрутерства террористов со всего мира. Поэтому, когда политики или журналисты, или люди влиятельные, которые влияют на наши души, на наши мысли, когда они говорят, ну, что Афганистан, где Афганистан, где мы? Я уверяю вас, что Афганистан придет сюда. Алкайда придет, и придет, и Талибан придет, и ИГИЛ придет. Они все придут, они все соберутся. Они будут сотрудничать с вашими террористами в Донецке, в Луганске. Они всегда все собираются вместе. Хотя у них есть там, говорят, да нет, это шииты, это сунниты, это те, эти... Да, они все разные. Они иногда ругаются и дерутся друг с другом. Но они также и сотрудничают с друг другом. Они также и помогают друг другу. Они также и учатся друг от друга. Ну, а на сегодняшний день Талибан, конечно, самая могучая организация, самая вооруженная организация. Мы никогда никому столько оружия не то что не оставляли, никогда никому столько оружия не давали, не переводили ни в ни одной стране. Ни Турции, ни Германии никому вооружили Талибан до зубов. Поэтому я не думаю, что это все случайно, я не думаю, что это все такая ирония судьбы. Нет, это все спланировано, это показать, что Америка слаба, что Америка разваливается, что наше поколение увидело не только развал Советского Союза, одного шайтана, ну и теперь свидетель развала второго огромного шайтана Америки, и это все сделал Талибан. Поэтому у них уже свое государство террористическое, они будут даже с Ираном, где Талибан, а где Иран. Опять шииты, суниты, они друг друга боятся друг друга, они нервничают, говорят, что иранцы нервничают, потому что талибы взяли власть. Да ничего, они нервничают, они с ними сотрудничают. Что же так же говорят, ой, Путин сейчас ночами не спит, так боится, так боится. Почему он не боится? Он приглашен на инаугурацию. Это бандиты, они террористы, они будут друг с другом сотрудничать, даже если у них разные идеологии. Вот, Гарри, как раз об этом и сказал президент США Джо Байден. Он уверен в том, что и Китай, и Российская Федерация, и Пакистан, и Иран, они попытаются достичь договоренности с радикальным исламистским движением Талибан. Я процитирую Байдена. У Китая есть настоящая проблема с Талибаном, поэтому они собираются попытаться выработать какую-то определенную договоренность с Талибаном. Не конкретизирует Байден, о чем идет речь. Я уверен, говорит американский президент, как Пакистан, так и Россия, так и Иран, попытаются понять, что им сейчас делать. Вот, на ваш взгляд, договориться о чем и во имя чего? Предмет договоренности. Надо думать, что нам делать, нам, цивилизованному миру. Потому что Россия этих беженцев не примет. Россия не будет выступать за права женщин или детей, которых там будут продавать в рабство. Китай тоже ни одних из них не примет беженцев. И тоже с правами человека у них не важно. Они будут договариваться, как добывать там полезные ископаемые, как наркотики проводить в Европу через Россию. Россия – это же наркодилерская страна. Мы же знаем, что произошло в Аргентине, как две тонны на президентском самолете. Глава ФСБ пытался вывести кокаина. Это же не случайность и все. Поэтому, да, они будут с ними договариваться, они будут находить общий деноминатор. Но не по правам человека и не по улучшению жизни людей, населения. Поэтому нам надо думать, как мы будем с этим делать, как мы будем с этим бороться. И я скажу такую вещь, что там еще сейчас возродится ИГИЛ. А ИГИЛ, с ним почему было так сложно бороться? И почему Талибан будет с ними тоже сотрудничать? Да потому что они знают, как внедрять террористов в другие страны. Вот сейчас мы взяли, мы бросили своих афганцев, которые с нами воевали, спецназовцев. Ну, правительство наше, это администрация бросила, не американцы. И взяли больше ста тысяч беженцев, которых мы не знаем, кто они такие. Вот сейчас убеждают нас, что они будут проходить проверку и то, и все, и третье, и десятое. Вы знаете, люди, которые совершили атаку 11 сентября на Соединенные Штаты, прошли все проверки. Они умеют внедрять этих людей. Откуда они научились этому? Потому что иракские военные, иракская разведка была обучена штазе. Они проходили практику в штазе. Иштази умела внедрять своих агентов в Германию, в федеративную Германию. Поэтому они умеют. И уже говорят, что больше ста человек из этих беженцев, которых мы взяли в Соединенные Штаты Америки, уже их определили как те, которые сотрудничали с ИГИЛом, те, которые террористы, те, которых мы выпустили из Квантана Мобей, как мы и выпустили из этой тюрьмы, где мы держали террористов, так же, как и позапрошлая администрация Обамы, выпустили главу Талибана, который нам пообещал, Обам лично пообещал, что он больше не будет так себя вести. Ну и, конечно, сейчас он в Кабуле, мы это понимаем. Вот с этими людьми они договариваются. Поэтому это будет ужасно сложно. Террористы сейчас проникнут во все страны. где они будут набирать себе рекрутеров, а среди них будут и русские, и американцы, и украинцы, и запускать их сюда, к нам обратно. Поэтому мы должны думать, как защититься от этого, потому что у них огромный опыт это делать. И сейчас они сильны, у них сейчас есть деньги, у них сейчас есть власть, у них сейчас есть популярность, а у нас нету, мы это потеряли. Ну, что значит мы? Администрация сегодняшних Соединенных Штатов Америки, вот пропал жандарм мировой, и его убрали. Это, конечно, вот эта глобализация, Давос, левые силы, которые пытаются изменить этот мир, и поменять его на тот мир, который они видят. Вот такая, пролетарии всех стран, соединяйтесь, они объединились. Сегодня же не идет вот эта драка между странами, между Россией и Украиной, между Америкой и Китаем. Это идет борьба между темными силами и светлыми силами, между правдой и неправдой. Поэтому происходит такая мировая революция на сегодняшний день, и мы должны организоваться на правой стороне истории, иначе мы все проиграем, будет один такой большой Китай, с которым мы будем. Почему, допустим, ну, любую отрасль взять? Почему взяли этих беженцев, а бросили афганцев, которых мы не знаем, а бросили тех, которых мы знаем, которые с нами воевали, которые разделяют наши американские ценности, свободу, независимость? И американские волонтеры, бывшие спецназовцы, собрались, Pineapple Express, и сами поехали туда, и спасают своих товарищей, и они до сих пор находятся там, они до сих пор находятся в Афганистане, наши бывшие военные спецназовцы, как в Бенгазе, что-то вроде, только уже на большом уровне. И я тогда говорил, если в Бенгазе дали бросить 4 человека, то ждать, что бросит 40 тысяч человек. Наши школьники там еще застряли, и они говорят, эти ребята, что Госдеп не помогает им, что им государство еще мешает, хотя бы оставьте их в покое. Я уверен, что их будут потом судить за то, что они не вооруженная организация, незаконная, за то, что они ведут боевые действия на чужой территории. Все эти левые организации, не государственные организации, все эти прокуроры левые, против них будет тоже власть, хотя они спасают там людей, как волонтеры. Никто им не платит, никто их не защищает, с воздуху помощи нет, с разведки нет. Есть, конечно, хорошие люди, которые им помогают, и в правительстве. И почему вот этих людей мы не взяли, а вот тех взяли? Почему южные границы мы открыли, а украинцам визы не даем? Ни украинцам, ни... Все время, значит, гнобим венгров, поляков, украинцев, вьетнамцев не брали. Тоже такая есть история. Почему? Потому что они хотят взять... Потому что если приедут туда украинцы или те же афганцы, которые с нами воевали, или те же вьетнамцы, которые с нами воевали, вы сразу начнете там работать, на стройке, купите грузовик, будете его водить, купите газонокосилку, будете косить траву где-то, зарабатывать деньги, платить налоги. Вы потенциальные трамписты, вы потенциальные капиталисты. А это Давос, Давосу не надо. Это сегодняшнему миру им не надо. Им нужны вот эти вот дармоеды с юга, которым открыты границы сотни тысяч, которые сейчас валят в Соединенные Штаты Америки. Им нужны вот эти вот беженцы, которые будут хаос возводить. И беженцев эти, вы знаете, где они хотят расположить сегодня? В тех штатах, которые качаются. А, колеблющиеся штаты. Только за демократов. Да, чтобы там уже голоса были демократические. И приведу пример, когда вот из Сайгона, когда мы ушли из Вьетнама в 73-м году, а Сайгон пал в 75-м году. Они еще держались два года, хотя мы уже абсолютно ничем не помогали южному Вьетнаму. Вьетканг с помощью Советского Союза. То не Талибан, это были не бородачи с калашами, которые не умеют читать и писать, и мы драпанули от них и бросили все, включая своих союзников. Там они еще два года продержались. Хотя и Советский Союз их поддерживал. Талибан никто не поддерживал. Так вот, в Сенате, в Конгрессе тогда проголосовали, что больше 100 тысяч вьетнамцев мы должны забрать с собой, мы не можем их бросить. Это те, которые с нами служили, воевали, разделяют наши ценности. Это проверенные люди. Много лет они с нами были вместе в Вьетнаме. Только один сенатор проголосовал против. Он сказал, мы ничего не должны, их должно оставить там. Угадай, Вадим, с трех раз, кто этот сенатор был. Догадываюсь. Джо Байден. Конечно. Поэтому эта идея поменять устойчивый мир, в котором мы живем, со страной, которая играет главную роль, главного жандарма, надо уничтожить. Это большевистский подход. Сначала надо избавиться от жандармов. А улицы будут патрулировать пьяные матросы, революционеры. Вот слушая вас, я вспомнил Михаила Булгакова, его «Собачье сердце». Там был такой интересный эпизод, когда группа людей сидела и вызывала дух Петра I и спрашивали, Петр I, скажи, долго ли у власти продерживаются большевики? Я перефразирую этот вопрос, хотя знаю, что вы всегда подчеркиваете, что вы не предсказатель, вы не пророк, но человек, который действительно обладает аналитическим складом ума. На ваш взгляд, скажите, долго ли у власти продержатся талибы? Опять же, я не знаю, но думаю, что долго. Это будет долгая и кровопролитная вещь. Понимаешь, такие... Дело все в том, что... Это не я сказал, я сейчас не знаю, кто это сказал. Он говорит, что правде с враньем очень тяжело воевать, потому что правда должна... Она в рамках правды. Вы не можете ничего, кроме правды сказать, в рамках. А вранью, она может врать все, что угодно, где угодно, как угодно. У нее намного больше... Талибы сейчас, конечно, на высоте. Они победители. С ними, в конце концов, точно так же, как и с нацистской Германии, ну и в истории было много таких историй, что начнется кровопролитие, и в конце концов люди будут пытаться договориться с ними, будут пытаться подкупить их, будут пытаться разными способами успокоить, но их не успокоишь. И когда уже начнется война, когда начнется большое кровопролитие, когда все устанут уже от этого, все соберутся вместе и начнут против них бороться. Это в истории происходит постоянно. Сегодня талибы набрали много силы, они популярны. Они начнут свою экспансию, они начнут рекрутерство. И когда нам всем опять надоест это, мы все соберемся вместе. Может быть, даже и Россия будет в этом участвовать. Я не знаю, может быть, даже и Китай будет в этом участвовать. Не знаю, кто будет. Но я думаю, что разные силы соберутся и просто начнут воевать с ними уже по-взрослому, по-серьезному. А не пытаться переубедить их, перевоспитать, попытаться им рассказать, что не два гендера существуют в мире, а 14 гендеров, и что девочки тоже имеют право служить в армии, быть полицейскими. Конечно, когда вы этим людям пытаетесь навязать такие вещи, они говорят, нет, мы лучше уж к талибам пойдем, там два гендера, и мужской гендер главнее женского гендера, нам это понятно, и все. Поэтому, когда это уже надоест всем, я думаю, что тогда начнется. Но они будут держаться долго. Думаю, как и все остальные большевики, нацисты, это займет какое-то время. Нацисты там продержались 30 лет, большевики продержались 70 лет, но пока всем не надоели они. И, знаешь, я много раз говорил, рассказывал про своего товарища, с которым мы учились, с которым мы служили вместе. Его дедушка был начальником штаба у Врангеля. У меня есть передача с ним на моем канале. Так вот, он всегда спрашивал своего деда, он говорит, а почему, почему вы ушли, почему народ был не из-за вас, но не может быть, что вот эти неграмотные матросы и солдаты каким-то образом смогли вас победить. Это же, вы же были прямо у Москвы, что же случилось? Ну, его дедушка рассказывает, а потом он сказал, мы не хотели проливать кровь российскую после Второй мировой войны, еще гражданской войны. И мы решили, что если мы уйдем на полгода и оставив свои формирования, оставив свою армию, сохранив ее, то через полгода люди поймут, кто такие большевики. Мы придем и без боя, и без крови возьмем власть обратно. Но так не получилось, большевики власть не отдают. Я думаю, сегодня все вот эти глобалисты, большие бизнесы, они уже взяли власть в свои руки и просто так они ее не отдадут, большевики не отдадут. Вот смотри, что сегодня даже происходит. Мы просто будем, вот это такой очень, конечно, грустный сценарий, но мы все будем пользоваться только Фейсбуком, Ютубом, получать и только от некоторых соцсетей или откуда-то информацию, которую можно получать. Покупать все в гипермаркетах, маленький и средний бизнес будет уничтожен, а его и сейчас уничтожают, используя ту заразу, которая ходит сегодня по миру, чтобы уничтожить мелкий и средний бизнес, потому что это самые свободные люди, они ни от кого не зависят. и вот будем такая глобальная будет сеть, все мы будем питаться там Мигданулс, еще пару ресторанов каких-то разных и другие гипермаркеты и точно так же новости и информацию будем получать очень ограниченную, то, которую глобалисты хотят, чтобы мы слышали и понимали. На сегодняшний день приведу пример. Ну, ты знаешь, что нас один раз забанили даже страйк на Ютубе, да, за то, что я высказывался чрезмерно откровенно. Можно понять скорбящую мать. Ее сын погиб, а он был один из 13 наших морских пикотинцев, который погиб глупо, погиб ни за что в Афганистане, когда наши войска почему-то все снялись и бросив все, бросив союзников, бросив гражданских, бросив американцев и ушли оттуда. И вот ее сын погиб, он был один из таких. Она в Фейсбуке написала, что кровь моего сына на руках президента Байдена. Что ты думаешь с ней случилось? Ее забанил Фейсбук. Вот скорбящая мать, можно же понять человека, да? Конечно. Ну и против Байдена ничего нельзя говорить. Против президента США. Вот она, демократия, и вот она свобода слова. Более того, Вадим, более того, на Инстаграм ее страницу вообще закрыли полностью. Она у нее пропала. Вот это мы должны ожидать от монополий, которые глобалисты пытаются построить, пытаются заткнуть нам рты, пытаются изменить наш взгляд на мир. И сегодня здесь тоже в, казалось бы, экономические формы, экономисты, казалось бы, капиталисты должны быть. Но все равно здесь тоже очень-очень много голосов, глобалистов, левых сил вот этих, которые себя выдают за демократические, за либеральные силы. Но это, я считаю, что это огромная-огромная опасность. Знаете, есть такая банальная фраза «этот мир уже не будет прежним». Я думаю, что она как раз очень отлично ложится и выступает своего рода таким лейтмотивом этого нашего с вами эфира. Гарри, хотелось бы с вами еще одну такую тему обсудить. На этой неделе Верховная Рада рассматривала вопрос об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов Америки касательно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Депутаты не проголосовали. Инициатива исходила от партии «Европейская солидарность». «Европейская солидарность» — это партия пятого президента Украины Петра Порошенко, которая сейчас находится в оппозиции к действующей власти. Давайте подробнее вы нам расскажете об этом статусе. Потому что то, что я знаю, этот статус имеют такие государства, как Новая Зеландия, Бахрейн, Таиланд, Кувейт, Марокко, Пакистан и Афганистан. Особо этот статус Афганистану не помог. И посол Украины в Америке, и наша МЗС говорила о том, что, по сути, этот статус предоставляется тем странам, у которых фактически нет шансов стать членом НАТО. Зачем этот статус? Что он дает? Давайте об этом поговорим. Ну, в НАТО есть разные статусы стран, которые находятся. И, конечно же, опять же, вот мне понравилось, как ваш президент сказал по этому поводу. Он сказал, ну, это бумага, которая, ну, в принципе, она ничего не стоит. Ну, вот, пожалуйста, Афганистан имел такой статус. И что с ним случилось? Бросили, бросили там своих союзников. 36 часов вообще не отвечал президент США на звонки премьер-министра Великобритании. Ближе союзника у нас нет уже, не знаю, сколько лет. Да, в принципе, вот это вот наш братский, как бы сказать, народ. И что это дало? Ничего. И поэтому, конечно же, сейчас все думают, ну, зачем этот статус вообще нужен? Что это значит? Для чего это надо? Почему партия Порошенко проголосовала против этого? Это я не знаю. Я думаю, это там больше в политике. Мол, когда мы будем, когда мы вернемся, когда оппозиция вернется, ну, в нормальных странах так бывает. Кто-то выиграет игры, те, кто проиграл выбор, они уходят в оппозицию, потом они меняются местами, потом они меняются. Это так, демократия, в принципе, должна работать. И работает. Что, мол, когда мы придем к власти обратно, то тогда вот этот статус и мы получим. Это мы должны получить, а не они должны. Потому что мы хорошие, а не плохие. Неважно, какая партия к этому относится. Поэтому я не знаю точно. Это, наверное, все-таки там больше политика играет, чем разум. Что это мы должны сделать, а не они. Я считаю, что, конечно, этот статус даст Украине больше политической, дипломатической силы. Военной силы, я не знаю. Понимаете, есть еще страны, которые очень близки Соединенным Штатам Америки. И НАТО, Израиль, Южная Корея, Япония. Да, они никогда не будут частью, ну, как никогда, нельзя говорить никогда. Но я не думаю, что они в моей жизни станут членами НАТО. Потому что там идет спор о территории. Территории, которые не точные границы. Идет спор. И из пятого параграфа, я сейчас не буду, уже тысячу раз это обсуждалось. Это в той же сложности оказалась и Грузия, и Украина. И частично, я думаю, большую роль сыграло, почему Путин напал на Грузию и на Украину. Это для того, чтобы создать такую ситуацию, чтобы они не смогли вступить в НАТО. Но близкие друзья НАТО, это, конечно, хорошо, я считаю. Хотя сегодня мы уже видим на примере Афганистана, что это может подвести. Опять же, повторю такую вещь. Что это дает? Это дает, конечно, больше стабильности. То есть Украина сможет получать, или Грузия может получать больше денег от Всемирного банка, от Соединенных Штатов Америки. Большую помощь в Конгрессе. Это легче лоббировать. Но я хочу повторить, что Афганистан получал 300 миллионов долларов, 300 миллионов долларов в день в течение 20 лет. И ничего ему это не помогло. Это развило коррупцию. И ничего бесплатно не дается. Когда-то сидел здесь вице-президент Байден, махал миллиардом долларов и говорил, увольте этого генпрокурора и поставьте этого генпрокурора. Ставьте этого нацбанком, советователем и министерством. А если этого не сделаете, то я к вам не буду прилетать. А если бы Украине давали 300 миллионов в день, то поставили бы и своего президента, что и произошло в Афганистане. Ведь никто из журналистов ни здесь, ни в Соединенных Штатах Америки не рассказывает, кто такой был президент Ашрафгани. Он был... Вот если ты мне дашь еще две минуты, я быстренько расскажу. Он такой же афганец, как я, русский. Он такой же афганец, как я, русский. Он приехал в Соединенные Штаты Америки, когда ему было 12 лет. Он закончил Беркли университет. Это рассадник левизны и соросятины. Потом он закончил Колумбийский университет. Это тоже такой рассадник левых сил и глобалистов. Преподавал в Джан-Хапкинс университете. Работал на Всемирный банк. Кстати, имеющий какое-то отношение к России. И, конечно же, при Обаме и Байдене он стал президентом Афганистана. Они его поставили туда. И теперь все удивляются. Как же так? Он, оказывается, коррупционер. Он, оказывается, взял столько денег и улетел куда-то, бросил свой народ. Это не его народ. Это все равно, что я взял и бросил Россию. Даже я бы этого не сделал, потому что все равно люди. Это глобалисты, это такие демократы. Потом, смотри, они все одинаковые. И никуда ты не денешься. Это не важно. Он американец, афганец, россиянин, украинец, израильтянин или еще кто-то. У них у всех дети очень талантливые. Вот у меня таких детей талантливых нет, например. А у них все талантливые дети. Вот объясни мне разницу между ним и российским каким-то чиновником высокого ранга. Его сын, молодой парень, работает советником. Он советует нашему министру транспорта Будаджач. Помните такого? Он тоже баллотировался на президента демократической партии. Он такой не очень традиционной ориентации. Да, должен был представлять Соединенные Штаты Америки на Крымской платформе. Но не представлен. Да, да. Вот он у него советник по международному отношению. Вот так молодой парень ему советует. Международный, это же такой толковый очень парень молодой. Он также сидит на многих советах директоров, во многих негосударственных организациях. На одной из них он тоже советник по борьбе с голодом в мире. Это такая Соровская организация, что принадлежит Сорову. Ну, все эти организации принадлежат Сорову. Вот он там тоже советник. Он так борется с голодом в мире, что наборол на полтора миллиона долларов дом квартал от Капитолия, его сын. Ну, такой талантливый парень. Он также, его жена его, она возглавляет юридический отдел у Элизабет Уорнера. Помните, такая тоже баллотировалась демократической партией в президенты. Она еще Покахантас ее президент Трамп называл. Потому что она говорила, что у нее много индийской крови. Когда сделали ДНК-тест, у нее ничего нет. Там она такая же индиец, такой же, как и я. Как я, пакистанец. Но неважно. И там дочь его живет тоже в Бруклине среди наших. И все они живут в пентхаузах. Все они очень хорошо устроены. Вот такие талантливые дети и жены. Чем они отличаются от этих коррупционеров, которые здесь, в России или еще где-то. Которые у власти и бесстыжи воруют деньги у стариков, ветеранов и остальных людей, которые с утра до вечера ходят на работу и платят налоги. Поэтому, когда что-то вам дают, нет такого, что бесплатный сыр. Мы же только в мышеловке. Поэтому, если давали столько денег Афганистану, то до народа это не доходило. А разворовывалось сверху. И разворовывалось с тем, кого поставила коррупционная наша власть. Американская. И потом, конечно же, простые люди начинают говорить. Да нафиг нам эта Америка. Эти живут там не то, что у них золотые батоны. У них золотое все. Включая туалеты. А мы тут питаемся верблюжьими какашками и остальной народу. Про золотые батоны это уже наша украинская история. Ну да. Я говорю, не то, что они были. А это еще более. Не топись. Они все такие. Поэтому народ говорит, зачем нам Америка? Уже лучше Талибан пусть будет. Им там руки отрубают, если они что-то воруют. Хотя бы у нас этого не будет. Поэтому ничего такого бесплатного нет. Поэтому если Украину примут в это, или если Украине начнут давать много денег, надо всегда думать. А просто так нам их додают? Потому что они добрые? Или они хотят что-то от нас? Или они хотят нас вот так, как с Афганистаном поступить? Говоря об этом статусе, который хотели просить определенные депутаты у Конгресса США, это же наша инициатива. То есть Соединенные Штаты Америки пока что не заикались и не предлагали Украине ничего. И вот знаете, на протяжении последних нескольких дней, ну фактически недели, активно обсуждался вопрос, вопрос итогов визита Владимира Зеленского в Вашингтон, его встреча с Джозефом Байденом. И вот в частности вы упоминали определенные цифры, которые направлялись в Афганистан. Речь идет, конечно же, о финансировании. Вот что мы имеем? Языком цифр мы можем об этом также с вами поговорить. В Твиттере Джо Байден написал следующее. Мы поддержим Украину перед лицом российской агрессии. Но, только видимо эта поддержка оценивается в 60 миллионов, включая джевелин и другое летальное и нелетальное оборудование, и также американское правительство намерено предоставить 45 миллионов, ну естественно долларов, гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе. Вы знаете, некоторые украинские политологи говорят, что это попросту чаевые, которые дают украинской стороне. Ну ты знаешь, я как-то, я вообще вот нищим попрощайкам деньги не даю. Я не знаю, когда-то я сидел парень, и у него написано было, я хочу пиво, дайте денег. Он говорит, я буду честно говорить, я хочу пиво. Он говорит, я не попрощайся, что там на лечение, на еду. Пиво он хочет. Я взял, достал 25 центов. И дал ему 25 центов. Он мне обратно их кинул и говорит, как я куплю пиво на 25 центов. Засуньте по себе эти 25 центов в одно место. Я так подумал, мой гордый, гордый такой, нищий, гордый, гордый попрощайка. Но вот это, знаешь, опять же, что такое 60 миллионов? Ну, во-первых, конечно, это сумма по сравнению, что было брошено в Афганистане. Может быть, вы сможете теперь поторговаться с талибами и купить что-то себе на эти 60 миллионов долларов. Но вы не сможете, потому что эти 60 миллионов даны вам, чтобы купить американские джувелины. Зачем вам американские джувелины, скажи мне, пожалуйста? Я не экономист, я не знаю, как это работает, но я себе это представляю таким образом. Вы покупаете на эти 60 миллионов американские джувелины, которые чрезмерно дороги, которые по большому счету вам, я не думаю, уже будут так нужны сжечь русские танки. Русские уже на вас не попрут танками. А вы делаете свои джувелины. У вас очень хорошие украинские джувелины, которые вы делаете. Они меньше, они дешевле, они проще в использовании. Ну, жгут танки точно так же. Поэтому теперь вы будете закупать американские джувелины, а не украинские джувелины. И эта ваша фабрика закроется. Так себе перспектива, конечно же, да. Да, но вот я не знаю, наверное, экономисты мне смогут объяснить это по-другому или сказать, что я не прав. Все остальное спорить я с ними не буду, потому что я не экономист. Но я вижу это так. Потому что эти 60 миллионов не даны, чтобы вы тратили, как вы их хотели, или на те нужды, которые вам нужны. Вы не можете эти 60 миллионов использовать на протезы раненых ваших солдат. Или еще чего-то. Вы должны на эти 60 миллионов закупить американские джувелины. Мы вам дали эти деньги, теперь покупайте на эти деньги у нас. Но согласитесь, Гарри, что это так себе поддержка... Ну, тот продукт, который вам не нужен. Тот продукт, который вам не нужен, тот продукт, который вы сами производите. Гарри, ну согласитесь, что это, знаете, так себе поддержка страны, которая стоит перед лицом российской агрессии. Именно так и писал Джабайдер. Вот я просто не люблю критиковать украинскую власть, потому что я гость в вашей стране. Но я привел пример про нищего, который хотел пива. Ему пиво нужно было, а не 25 центов, которые я ему кинул. Ну да, вам шашечки или ехать. Знаете, можно и тут такую же параллель провести. Ну, каждый поймет это по-своему. Конечно. Я уже и так разозлил всех. И ваших депутатов, и здесь послов. И меня уже и так... Меня уже сейчас выгонят еще и с Украины, знаешь как. Нет, я думаю, что вас не выгонят. С Украины все будет хорошо, все будет нормально. Скажите, Гарри, вот я думаю, что вы также знакомились и с этим украинско-американским заявлением по итогам о встрече Зеленского и Байдена. Вот, опять-таки, долгожданный визит. Много о нем говорили. Несколько раз он переносился. Вот что в результате? А что в итоге? В итоге... В итоге ничего. В итоге, как, знаешь, политики ваши, там, дипломаты, все кричат, конечно, здорово это все, мы это сделали. Был очень, очень хороший визит. Это, ну, я, знаешь, я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь политик или дипломат вышел и сказал, вы знаете, ну, как генерал какой-нибудь, у нас, когда генералы так выходят и говорят, мы провалили это операцию, у нас ни черта не получилось, мы приехали ни с чем. Вот, все. Да, встретились, да, пожали там руки, да, все. Байден очень уважает, уважает украинцев больше, чем израильтян. Он не уснул во время, во время встречи с Зеленским. Я не знаю, с чем приехали, я не знаю, что добились. То есть, даже пресс-конференции не было, опять же, это второй раз он встречается с лидером, тогда с Путиным, сейчас с Зеленским. Но пресс-конференции нет, я не понимаю, почему нет пресс-конференции. Откуда мы тогда вообще чего-то знаем, кто там был, с чем они встречались, о чем они договорились. То, что он говорит, мы будем поддерживать Украину против российской агрессии, но, ребят, я не думаю, что... Почти 8 лет об этом говорят. Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность. Мы считаем, что Крым – это Украина. И эта вся риторика на протяжении 8 лет звучит, конечно. Ничего нового. Но звонят наши политики и говорят, не защищать Крым, отойти. Хотя я знаю, что были у вас и генералы, которые сегодня существуют, которые говорят, дайте нам защитить Крым, мы защитим, мы готовы, мы можем отбить русскую агрессию. А им звонят, говорят, политикам не делать этого, они не хотят думать, что Америка санкционирует, боятся, нет политической воли. Понятно, что хаос. И Байден, и Обама, администрация их наложила вето на то, чтобы Конгресс вам дал летальное оружие, но они наложили вето на это. Только когда пришел Трамп, он снял это вето сразу, и тогда Украина стала получать летальное оружие, те же джувелины и снайперские винтовки, и антиснайперская аппаратура. Но также он говорил, что он будет жестк с Путиным, а не так, как Трамп. Он говорил много вещей, что он не будет его марионеткой, что он его поставит на место. Вас убедили, что Байден преде, порядок на веде, все были за это. Все ваши журналисты, все политологи, все главные каналы об этом вещали. Ну, далеко не все, далеко не все. Нет, я говорю, телевизионные вот эти каналы, где ваши популярные журналисты. И они, ну, слушай, я так скажу, я повторю слова Веллера, в его предпоследней, или крайней, как у вас говорят, программе, где он говорит, ничего у Украины не получится, пока есть вот эти Киселевы, и также уважаемые, и им, и мною, Дмитрий Гордон, пока они вещают, что Трамп был исчадядя, а Байден, вот он спасет все. И они продолжают это делать, они продолжают стоять на этом. И ничего не получится, потому что людей убеждают в противоположном. И то же самое, что Байден же все время говорит, он до сих пор говорит, что он против Северного потока. Он до сих пор говорит, да, 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 я против Северного потока. Но он снал с санкции, которые наложил Трамп. Трамп, может быть, говорил, да, что там, Путин хороший парень, и накладывал санкции на Северный поток. Вот надо же смотреть как-то, надо же как-то аналитически это, ну, там, думать, что одно этой политике говорят одно, а делают другое. Да, он назвал Путина убийцей, но он согласился с этим. Все обрадовались этому, но он в этом же предложении сказал, что он вступает с ним обратно в договор по ракетам ближнего и средней дальности. То есть экономит Путину миллиарды долларов. И вот люди аплодируют этому. А армяне, наши братья, армяне так радовались, что Байден признал геноцид армян, да. Ну, две недели они радовались. Потом они поняли, что Байден только что у них забрал всю помощь, всю финансовую помощь. Гарри, и более того, как раз сегодня... Понимаете, и верить, продолжать этому всему верить, я считаю, что, ну, глупо, совсем глупо. Более того, Гарри, сегодня начала распространяться информация о том, что в октябре может состояться уже второй саммит. Россия и Соединенные Штаты Америки, встреча Байдена и Путина. Интересно, о чем они там будут говорить или продолжать свой предыдущий разговор в Женевске, который состоялся уже в июне. Я думаю, что будет интересно, будет горячо. И нам, конечно же, с вами будет о чем поговорить. Гарри, буду вас отпускать дальше, принимать участие в форуме. Вам действительно есть о чем поговорить, с кем помириться, с кем поругаться, с кем просто пообщаться. Передавайте привет и Андрею Николаевичу Ларионову от нас, и Дмитрию Ильичу Гордону. Ждем их в студии Политека. Ждем мы также и вас. В студии приезжайте, будем рады вас видеть. Гарри Табах, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке, был сегодня с нами по скайп-связи. Благодарю вас за то, что нашли время. И также я признателен нашим зрителям, которые также вместе с нами. Всего доброго, здоровья и берегите себя.